Восстановление детских площадок, асфальтирование дорог и многое другое. Директор муниципального учреждения «Горстройпроект» Астамур Пипя рассказал, что общестроительные работы, проведенные в городе в 2022 году, всего около 150 объектов, обошлись 93 миллиона 31 тысяч рублей. Была проведена реконструкция детских площадок в количестве 18 объектов на общую сумму 2 миллиона 689 тысяч 715 рублей. По управлению здравоохранения были проведены ремонтно-восстановительные работы на двух объектах. Самый важный объект в то время была инфекционная больница. Было три сметы по инфекционной больнице. И также была смета по второй больнице по восстановлению аптеки. На ремонт школьных и дошкольных учреждений города всего 9 объектов было потрачено 6 миллионов 723 тысячи рублей. По распоряжению президента были выполнены работы по восстановлению кровель и также детского сада, замена окон детского сада АПРО. Общая сумма 56 миллионов 497 тысяч 320 рублей. Объектов было 25, 229 объектов было отремонтировано за прошлый год. Суммарно общая стоимость работ 169 миллионов 806 тысяч 719 рублей. Также был выполнен ремонт кровель на 23 объектах города на сумму 8 миллионов 279 тысяч рублей. Депутаты поинтересовались, возможно ли предоставлять им ежемесячные отчеты о проведенных работах. По словам Астамура Пипия, этот вопрос необходимо согласовать с руководством администрации. Говорили и о планах на проведение ремонтных работ в преддверии 30-летия Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Работы уже ведутся, ведутся работы по улице, как вы сказали, Сахарова, она уже переименована, на улицу Аршба, угол, там нет не ливневка, там именно благоустройство тротуарной части и дворовой части улицы Агрба 47, от 47-го дома до 55-го, по-моему. Благоустройство финикулера, благоустройство сзади гумы, стена. По новому району планируется, уже запланировано было в прошлом году, и также в этом году планируется реконструкция улицы 30-го сентября, то есть это водопровод, ливневка и асфальтирование с парком имени Дзиба. Отчет Астамура Пипия был принят депутатами Сухумского городского собрания единогласно. Рада Чачава, Алексей Боструков, Абхазское телевидение.